Бах, лизгинка и русские народные танцы на одной сцене. В Московском международном доме музыки стартовал 20-й фестиваль «Москва встречает друзей». Организован он благотворительным фондом Владимира Спивакова для демонстрации успехов юных талантов из России и других стран. В числе приглашенных ансамбль «Карча» из Карачаева, Черкесии. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В этом году фестиваль празднует юбилей и проходит с особым размахом. По доброй традиции старт фестивалю дал грандиозный галоконцерт в Светлановском зале Дома музыки. Перед началом вечера маэстро Владимир Спиваков поблагодарил и поприветствовал гостей и участников фестиваля. Я очень рад вас всех видеть. Спасибо большое. Считаю фестиваль открытым. Я уверен, что у вас ждут впереди нежные, удивительные и незабываемые встречи с детьми. Открытие 20-го фестиваля состоялось в Международный день музыки. В первом отделении концерта лучшие детские хореографические коллективы России представили яркие танцевальные номера. Среди них ансамбли из Москвы, Элисты, из Северной Осетии, Алании, Крачаево-Черкесии и Дагестана. Более 60 регионов России и 18 стран мира принимают участие в юбилейном 20-м фестивале. Ансамбль «Карча» из Карачаева-Черкесии участвует уже на протяжении 10 лет. Каждый год они привозят разнообразные яркие номера, отображая в них традиции народов нашей республики. В этот раз вокально-хореографический ансамбль представил танец с барабанами, ритмы гор. Художественный руководитель коллектива – народная артистка Карачаева-Черкесии Тамара Уртенова. И народный артист Карачаева-Черкесии – главный балетмейстер ансамбля Чура Узденов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но мы приезжаем уже сюда почти 10 лет. И вот каждый раз, когда приезжаем сюда, вот такой праздник. Организаторы организовывают это все на высочайшем уровне. На таких фестивалях весь мир приезжает к ним. Пусть тех стран только не приезжает. И мы должны представлять себя достойно на таком уровне. Просто прекрасное место и прекрасный фестиваль. Дети, выходя на сцену, наделяются полномочиями представлять широкой аудитории свой труд, свое творчество, свой край своих педагогов. Это высокая социально-культурная миссия, которая возлагается на детей в раннем возрасте и далее проносится ими через всю творческую жизнь. Хотелось бы выразить огромную благодарность фонду Владимира Спивакова за предоставленную возможность выступить на большой сцене, показать традиции своего народа, показать все тонкости игры на барабане. И каждое такое мероприятие проходит очень трепетно. Я горжусь тем, что я могу показать традиции своего народа. Миссия фестиваля – привлечение внимания к талантливой молодежи и духовному развитию нации. Плодотворное развитие духовных и культурных связей способствует углублению доверию и взаимопониманию между народами. Потрясающе построено, придумано здорово, что это все как бы танец с барабанами, что обыгрывается этот ритм, бешеный, сумасшедший, такой живой, бьющийся сердцем ритм гор и ритм вашей замечательной республики, такой живой, такой теплой, такой солнечной, такой яркой. И дай Бог, чтобы в народе и у вас была такая же жизнь, солнечная, яркая и настоящая. Вторая часть концерта резко контрастна первой. Вместо народной музыки – академическая живая игра оркестра и солистов. Совсем юные пианисты, скрипачи и другие музыканты под дирижированием Спивакова выступили на сцене Светлановского зала совместно с виртуозами Москвы. Для зрителей данное мероприятие является знаковым и красочным. Сочетая в себе разнообразный репертуар, получилась яркая кульминация всего вечера, объединившая творческие дарования из разных регионов страны. Дарья Тендит, Вести Карачаева, Черкесия, Москва.